Продолжение следует... 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 Да, кстати, ну-ка скажи, подписывайтесь на канал Жека, ставьте лайки, комментарии, канал очень хороший. И желаю всем удачи. Как подписаться на канал? Как подписаться на канал? Ну-ка, Жека, много Жек. Ну, канал Жека, один он. Такой. Нет. Нет. Он не один. Он не один, да. Но он прикольный. Но он не один, но он прикольный. Так что подписывайтесь на канал Жека, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем удачи. Ну что, народ, я уже взял полотенец, собираюсь пойти в душ, ну, побриться перед этим. Давайте пойдемте вместе это делать, бриться и мыться. Заодно посмотрите, как это все происходит. Не квартиры, а в общежитии. Где стены совсем чужие. Но за собой ухаживать тоже нужно. Поэтому пойдемте взбревать вот эту вот шетину. И мыться. Ну что, я вот взял такой станок. Побреюсь. А потом мы с вами снова увидимся. Ну вот, народ, я почти побрился. Здесь все принимают душ после работы и с утра. Сейчас я тоже буду принимать душ. Поэтому мы увидимся с вами после того, как я приму душ. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, народ, я помылся. Можете пожелать мне с легким паром. Так, вот здесь много пара. Так, как я здесь мылся. Здесь клопы бывают. Поэтому такая вот надпись. Все спят. Тихий час сейчас. Время обеденное. Но все спят. Такая вот жизнь. Общежитие. Такая вот памятка проживающим. Чтоб не нарушали правила. Но все их нарушают. Всем видно, да? Кричать не могу. Все спят. Ну что, народ, вот такой нам дают обед в общаге на работу. Рис с курицей. Пару кусочков хлеба. Бывает и больше, если стырить получается. Можно и пол батона стырить, можно и батон. Вот такой вот рис. Всем видно, да? Такие вот кусочки курицы. Курица здесь особо и не пахнет. Но что-то там лежит. Сейчас оценим на вкус. Эту баланду. Ну так. Кушать можно. Ну, конечно, не как в ресторане, но... А у меня сосед по койке кашляет, заболел. Но съедобно вроде бы. Ну, хлеб белый, можно черный взять на выбор. Такой вот народ рис. Хлебочек даже. Неголонно, у меня шутки трясутся. Неголонно. Сейчас поедем. Ммм. Довольно съедобно. Морковочка. Курочка. У меня еще нос немного заложен. Немного соплей для аромата. Очень съедобно. Но суховато. Компотик наливают. Но я чай сегодня не брал. На работу спешил. Но нас сегодня дома оставили. Ну, вернее, общаги. Поэтому, как бы... Чайку я сейчас делаю. Вот уже и без вас его попью. Кстати, не забываем ставить лайки, комментарии, подписываться на мой канал. А канал называется Жека. Вот. Вот я с вами маршрутку. Небор на работу. Солнышко. Солнышко. День хороший. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии. Также у меня страничка ВКонтакте, в одноклассниках. Тоже подписывайтесь. Как зашло? Плачем микрофончик, скажем, как. Главный канал. Чтоб подписались уже. Ой, ты подписывайся на его канал. Он меня уже достал, блин, со своим блогом. Скажи, Жека. Жека, он, Жека. Канал Жека. Подписывайтесь. Да, да. Левый, бля. Как он? Курпион, блин. Левый. Замораживаться, левый. Зажариваться. Собъем. Да, да. Солнышко. Ну, вот мы и приехали на объект работать. Поэтому я вынужден с вами пока попрощаться на пару минут, часов. Ну, на день точно. Вот. Как... Черт, на день точно. Кстати, вы заебали. Вот на самом деле. То не я отсюда. Ничего не делают, вот они сидят. Ничем не занимаются. Только вот это. Только хихи, ха-ха. Даже работать только не хотят. Может, вы на них это повлияете? Пишите в комментариях. Кстати, не забывайте подписываться так же. И пишите в комментариях, какие меры к ним воспитание вообще можно применить к этим кунеядцам. Как их можно вообще воспитать, чтобы они полюбили труд. Народ вот такой нам обед дают на работу. Пакет весь протек. Видите, да? Кусок воды. Я с рюкзака это вытащил, так как в рюкзаке вещи, паспорт, документы. Мобильный телефон, на который я снимаю. Такое все. Мокрое, липкое, неприятное. Вот я снял крышку. Вы видите, да? Вот такой вот обед нам дают на работу. Руки уже все такие липкие. Пакет тоже есть на ног. Такой вот супчик. Рассольник, да? А вот это второе, наверное. Вот это супчик первое. А вот это второе. Не знаю, пишите в комментариях, стали бы вы такое есть или нет. Здесь вот курица. Какие-то овощи. Картошка, капуста. Короче, сборная солянка. Ну и вот это вот первое. Можно майонезику туда добавить. И использовать как супчик. А вот это второе, я думаю, сойдет как второе. Вот людям тут смешно, вы слышите, да? Они то же самое кушают. Просили их не снимать. Мы их снимать не будем, но это мы обязательно снимем. Пишите в комментариях, стали бы вы вот это вот кушать. Вот эту вот жижу. И вот такое вот. Я даже не знаю, как это блюдо обозвать. Наверное, какое-то новое блюдо придумали в нашей столовой. И решили этим кормить тех, кто работает на вахте. Придется скушать, поскольку денег у меня нету. А что-то другое. Придется это все съесть с большим аппетитом. Довольно съедобный оказался. Это наш винегрет. Хлебушком закушу. Все видите, вон. У меня осталось 10 минут до конца обеда. Поэтому дегустация будет недолгой. Но кушать это можно, когда подогреешь. Похоже на супчик, хотя это второе. Осталось совсем немного. Надо докушать и идти работать дальше с полными силами. Короче, народ вот такой вот. Винегрет еще раз показываю. Борщ по-украински. Или как не знаю, как еще обозвать. Кашец такой. Кашка картофельная с капустой. Всем приятного аппетита. Продолжаем дальше. Народ, я немного заболел. Наверное, видно. У меня вид не очень здоровый. Насморк. Говорю в нос. На башке непонятно, что я сегодня душ не принимал. Потому что у меня всего знобит. Мне холодно. Нахожусь я не дома в общежитии. Поэтому я не стал особо уделять внимание своей внешности. Думаю, для мужчин это не самое главное. Решил выбраться с общежития. Сделать небольшую прогулочку. С одним очень интересным человеком. Зовут его Артем. Я вам уже об этом говорил. Надеюсь, вам понравится это интервью, которое я хочу у него взять. Вы же, наверное, тоже собираетесь поехать в Москву на вахту. Да и просто вам будет интересно посмотреть про интересного человечка. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Артемий Громов. Ну, что могу вам сказать, друзья. Подписывайтесь на канал Жека. Присылайте комментарии. Задавайте вопросы. Человек, можно сказать, ничуть не хуже, чем с большой буквы. Человек в жизни много повидал. Очень много знает. Может, каким советом подковырнет. Может быть... Ну, как это сказать-то попроще? Даже не знаю. Может, совет какой-нибудь даст. Может, ответить на какой-нибудь вопрос. Может быть, это поменяет вашу жизнь. Кардинально. Вы потом будете благодарить за то, что вы обратились за помощью. Вот сидите, ломаете себе руки, кусаете локти. Зачем? Есть же вокруг люди, которым далеко не безразлична ваша судьба. И вы просто должны обратиться... Главное, знать, к кому. Да, и что самое главное, если в одиночку... Жека, вот честно скажу. Если даже в одиночку, я сколько раз пробую. В одиночку ты пытаешься решить какую-нибудь проблему. Ты отвечаешь сам себе на те же самые вопросы. И сам же тебе их задаешь. И так частенько бывает, что ты просто настолько в эту тему углубляешься, что ты просто западаешь в депрессию. Некоторые заливают это водкой. Некоторые зажирают это шоколадом. Некоторые, ну, как это сказать... Некоторые просто дурняком орут. Я долбоеб. Ой, извините меня за выражение. Вот. Кто, как, по-разному. Но когда рядом кто-то находится, или, допустим, как оно говорится, на параллели. Человек на параллели. То есть он вроде как бы рядом, но как бы его и нет рядом. Но он тебе пишет. То есть ты как бы нашел собеседника, и он помогает тебе. То есть у тебя одни мысли, одна голова. У него другие мысли, другая голова. И, соответственно, он тебе советует, может быть, то, о чем у тебя мысли, допустим, у вас мысли не совпадают. И ты просто к нему прислушиваешься, и понимаешь, что... Ага. А человек-то действительно прав. Может быть, так и поступить? В отличие от моих бредовых идей. И это может изменить мою жизнь кардинально. Вот. Ты начинаешь вот с этого, и, соответственно, дальше все идет своим чередом. Артем, Артем, а ты из какого города, и что тебя привело вообще в Москву на заработки? Расскажи немножко о себе. Расскажи о своей жизни. Как ты заказался, я так понимаю, твой дом далеко находится от Москвы. Расскажи, пожалуйста, какого ты города, что вообще интересного в этом городе. Может быть, что-то там из своего детства ты расскажешь тоже интересного. Поскольку ты еще вроде бы не старый, а молодой, тебе только 30 лет всего. Для мужчины это самый возраст такой, вот, расслед сил, скажем так, как Карлос он говорит. Расскажи, пожалуйста, нашим дорогим зрителям, подписчикам о себе. Может быть, они какие-то для себя что-то важное подчеркнут. Может, кто-то собирается тоже в Москву, тоже издалека, тоже поработать. Может быть, у кого-то такая у тебя сложная судьба. Им просто будет очень интересно понаблюдать за таким персонажем, как ты. Подмечу, очень интересным персонажем. И что-то для себя, какие-то выводы сделать. Может быть, как-то по-другому будут люди смотреть на жизнь, послушать тебя. Расскажи, пожалуйста, для наших подписчиков. Ну, ладно, дорогие друзья, я с города Новомичуринска, это Рязанская область. Ну, от Москвы это, по-моему, 400 километров, если быть поточнее, если мне память не изменяет. 386, 4 часа или 4,5 часа езды. Вот, но мы от Москвы находимся в Подрестково. Вот, это тоже от Москвы какое-то расстояние. Я точно, правда, не знаю. Но, что самое интересное, это до Рязани. От Рязани до Новомичуринска, до меня лично, до Новомичуринска от Рязани. И еще почти соточка, там, около 90, что ли. Что-то вроде этого. Не знаю, как начнет из Москвы выбраться, сколько это денег стоит. Но я вот, у нас на Мичуринске есть, короче, автобус. Он идет, так, он идет 2 раза в день. Один, короче, в 6 утра, в 6.05, по-моему. Вот, и следующий в 12 дня. Все. Это вот так вот. То есть, если ты сел, допустим, в 6, вот как я сюда приехал, на вахту, кстати, я приехал на вахту. Ну, приехал я 5 июня, думал на месяц, а тут просто как у нас повелось, не как раньше было. Месяц отработал, и это самое, тебе вахта закончилась, тебе деньги заплатили. Все, ты или можешь продолжать вахту, или на льготных условиях, допустим, официально устраиваться можно. Или продолжаешь вахту, или уезжаешь домой, там, по каким-нибудь непредвиденным обстоятельствам, или по семейным обстоятельствам, или, может быть, приболел, может быть, хочешь просто, допустим, тупо отдохнуть. И что самое интересное, а у нас, как повелось, короче, месяц нужно отработать, чтобы в следующем месяце получить за прошлый месяц. И так как у нас было в конце месяца, в числах 25-30-х оплата, вот, я получал еженедельный аванс, 2 тысячи. На них, в принципе, ну, Москва, это Москва, немного, конечно, купишь. Ну, если в общаге, если живешь без питания, а просто, допустим, снимают за общагу, там транспорт, не транспорт, это смотря в какой организации ты работаешь. Вот, а так, что самое интересное, допустим, с пацанами договорились, в общий котел скидываетесь, допустим, с каждого по 500 рублей. Это, я считаю, очень бюджетно, но, соответственно, можно на это что-нибудь и действительно. Допустим, 3-4 человека, максимум 5, допустим, собрались по 500 рублей. Можно что-то дельное сообразить, там, где-то фруктиков купить, где-то миска, там, туда-сюда, плавчик забубенить. И, соответственно, чтобы не напрягаться, потому что тут графики бывают очень тяжелые, бывают и без выходных. 7 дней в неделю по 12 часов, там, в 9 вы вышли, в 9 вечера, в 9 утра вы вышли на работу, в 9 вечера, соответственно, вы приходите с работы, особо готовить некому. Это самый принял душ, там, допустим, перекусил, но что есть, это самый, и лег, допустим, спать, потому что работа здесь изнуряет. Платят, соответственно, конечно, мало, многие организации мало платят, много за нас получают, за наемников особенно, они много получают. Ну, соответственно, и платят нам мало, чем как раз они выигрывают. Потому что я слышал, я слышал такую маленькую подробность, что вот с каждого наемника организации, к примеру, 3 тысячи имеет. За то, что агентство помогло, там, агентство подобрало, короче, они, да, они имеют с каждого человека по 3 тысячи. За смену человека, вот, к примеру, меня взять, или, допустим, вот тебя, они, допустим, имеют, они, допустим, платят тебе тысячу за смену. 10 часов, к примеру, работаешь, не 12, а 10 возьмем, чтобы не делить эти, там, копейки, а тут 1000 рублей по 12 часов, это сколько там, по 90 рублей, что ли, грубо, по 100 рублей час. И, допустим, 10 часовой рабочий график, вот, по 1000 рублей в день. Вот, в итоге они, они 2000 в день с человека имеют, а таких, допустим, 10 человек взять, вот тебе уже 20-очка-то тебе прилипает. Вот, они только таким способом и выживают. Вот, и к чему я все это размазываю? Вот, копеечка, конечно, для Москвы, но если скинуться, то можно себе позволить и что-то, допустим, выпить с друзьями, и, соответственно, друг другу. Только поближе узнать, потому что, когда вы только устраиваетесь, еще не знакомы, не знаешь человеку, можно доверять, нельзя доверять. А когда скидываешься с ним в общий котел, когда угощаешься его сигаретами, когда у тебя нету, ой, когда у тебя есть возможность, у него нет возможности. Или он тебя угощает там чем-нибудь, когда у тебя нет такой возможности. Вот, этим людям, как, так сказать, входят друг к другу в доверие, они сплачиваются и становятся одной командой. И, соответственно, на работе проще. И, ну, в работе, что самое интересное, по словам можно, конечно, объяснить, тут ничего сложного нет, даже если кладовщиком. ТСДшка, это вот пикалка, которая там, сканер туда-сюда. Я думал, поначалу это тоже тяжело, но сканер, он один. Он как компьютер. То есть, если ты пикнул, даже не бойся, если не тот товар, ты даже если пикнул, систему не обманешь. Он тебе просто покажет, что ты нашел не тот товар. И скажешь, ищи дальше. Ты, конечно, если немножко нервный человек, ты на него там поругаешься, скажешь, да ты охренел, что ли, я тот товар нашел. А внимательно прочитаешь, буковки немножко не совпадают. Скажешь, о, красавчик, я пошел дальше искать по грибам, по ягодам, туда-сюда. Вот. То есть, и люди здесь, ну, не сказать, что прям доброжелательные, до усерок. Ну, и не сказать, что кидок капитальный. Как брать, как тебя кормят в столовой вообще? Ну, в столовой, в столовой, ну, честно сказать, за такие деньги я бы сказал бы даже очень хорошо, потому что соблюдают и рацион питания, то есть не каждый день одно и то же. Есть и супчики, есть и макароновые, есть и рисовый супчик, и гороховый вот сегодня давали. По соли, конечно, не всегда бывает хорошо, бывает вообще даже не соленой. Но, как говорится, на вкусе цветоварищей нет. Кому-то нравится вообще, допустим, без соли, кто-то, допустим, покрошит, ну, маленькую щепоточку, а кто-то возьмет вообще целый коробок спичечный, себе высыпет в тарелку. Каждый человек индивидуален, так что насчет этого заморачиваться не стоит. Но, честно, первые три дня я, конечно, был в шоке насчет столовой. А потом просто, ну, как это сказать, привык, что ли? Ну, в общем, мне нравятся столовые. То есть и вкусно, не скажу, что полезно, потому что, скорее всего, экономия, она везде. И сделано все на воде, сделано как диетическое питание, что ли. Проще я не могу слово даже подобрать. Ну, как тебе сказать, Жека, дорогие мои слушатели, эх, друзья, я не могу сказать плюс, что я здесь оказался. Я застрял здесь на все лето. Вот сегодня у нас какой, 25 августа, по-моему, да? Вот, я приехал 5-го. Это уже третья организация, где я, это самое, работаю. Вот. И что самое интересное, попадал в разные жизненные ситуации. До этого жил в гостевом доме Алла, называется. Ну, короче, типа гостиницы, что ли. Ну, правда, было без питания. Вот, и тоже работа такая, что приходил в 11, а в 23 мы заканчивали работать, пока домой придешь. В 23.30, в 23.35. А у нас, короче, общага закрывалась, на улицу даже покурить не выйдешь. В 23.45. Там тоже и бывало и скандалили, и бывало, что на работе новичков мне дадут, а они бестолковые, вот, как сибирский валенок. Объясняешь им по сто раз, они просто или не хотят понимать, что ты им объясняешь, они просто дурака включают. Ну, как это бывает по молодости, потому что я через это тоже проходил. Если мне это не надо, я это и не пытаюсь понять. Я просто тупо человеку говорю, я говорю, ну, нахрена ты мне это говоришь? Мне это не нравится, мне это непонятно. Я и не хочу в эти дебри лезть. Смени пластинку. Или давай мы о чем-нибудь другом, что ли, поговорим. Ну, хорошо, Артем, а ты еще собираешься на вахту приезжать, работать, когда отдохнешь дома? Ну, в принципе, у нас в городе Новомичуринске, ну, не знаю, по старой информации, когда я еще в школе учился лет 15 назад, то есть у нас город был 40 тысяч населения, то есть город небольшой, не озеленяли его тогда, ну, вот, магазинов мало. Один был клуб «База», этот, ну, где можно потанцевать, там, побухать, нажраться туда-сюда, вот. Сейчас город и озеленили, насчет народа я не знаю. Молодежь вроде оттуда сквозанула, работы как таковой там особо нет, зато есть где отдохнуть. Клуб, конечно, потанцевать негде, а вот какая-нибудь пиццерия или, допустим, какая-нибудь кафешка, ну, или выпить на кране какая-нибудь закусочная, могу, конечно, посоветовать, приезжайте ко мне в гости, друзья, вот, и я тоже себе страничку создам, к Жеке добавлюсь, вот, у меня сможете, это самое, меня сможете у Жеки найти, может быть, я этим тоже заниматься буду, блогером, может быть, у меня тоже свой канал будет, буду по чуть-чуть рассказывать, вместе нам будет интереснее обо всем этом, будете моими обозревателями, и я буду вашей подопытной крысой. Если каждый так и не ответил, то у вас вопросы, ты планируешь еще раз сюда приехать и поработать? Вот, я к чему все это размазываю, там дома делать нечего, вот, допустим, отсюда от вахты уехать месяц, допустим, дома, переторчать, передержаться, выспаться, поесть, допустим, по-человечески, потому что это диетическая еда, на ней тоже долго вроде не протянешь, как я понимаю, но вроде вкусно, питательно, но быстро, да, то есть, есть, есть и шанс, есть возможность, там делать нечего, там даже если есть Колыма, то они не то чтобы временно, а что-нибудь ты поработал за какую-нибудь копеечку, но копеечка не внушительные, рубли 300-500, но будешь работать целый день, как собака, и просто к вечеру ты просто придешь без рук, без ног, ну, как здесь мы с тобой, Жека, работаем? Нашли хлопок, но не... Да, вот, и что самое интересное, отдохнуть чисто, выспаться, пожрать нормальную поесть и еду, чуть отдохнуть, да и что, и можно вроде обратно, но если есть такая возможность, желание, и если вдруг, ну... Если вы хлопок не боитесь, ты же одного раздавил? Ну, это как, от случая к случаю, ну, если, там, допустим, беспокоит, вот, общагов подрезка, там, ну, как таковое, я там уже, можно сказать, месяц, ну, с конца прошлого месяца, с 29-го, с 30-го числа я там, вот, пару раз, пару раз были клопы, но быстренько этот вопрос решили, там подходишь к администратору, пишешь заявление, протравит не только клопов, но и людей. Будешь ходить, как этот... Единственное, что спасаешь, что целый день на работе ты в это время будешь. А так тоже приезжаешь в Молдовое, ты и уставший, у тебя быстренькие другие, тут еще надышишься, и ты... Ну, она вроде как... Не особо ты ее чувствуешь, и не особо понимаешь, когда она тебе по шарам ставила, но как будто резко выпился... Это отрава, да? Это отрава? отрава, отрава, но она как бы для человека гипоаллергенна, но все равно по шарам вставляет ты жалеешь, что вообще приехал или нет? ну честно, во всем свои плюсы-минусы, хочу честно сказать с одной стороны, вроде как бы и пожалел, а с другой стороны, так много я узнал, много повидал опять же, не сидел, грубо говоря, без дела дома потому что дома без дела сидеть, это хуже всего так, друзья, ну, смотри в камеру, может не стоит? так, друзья, ну что я могу сказать? в общем, готовьтесь, не падайте духом вахта это хорошо, это лучше, чем сидеть дома без дела поэтому не бойтесь, риск благородное дело кто не рискует, тот не бьет шампанского это, конечно, не значит, что нужно превращаться в истинного алкоголика ну, по крайней мере, разик съездите, попробуйте, посмотрите для себя, что да как потому что я не перечислю все словами не передать и пером не описать поэтому это нужно все самому проверить, прощупать, прочувствовать, увидеть потому что объяснить, ну, можно немножко не теми словами да и при всем желании все это не передашь одним словом, все нужно и собственное ощущение это ничем не объяснимо поэтому ничего не бойтесь вперед и главное, не извините яйцами и все будет хорошо да, и еще, друзья подписывайтесь на канал ЖЭКО всего вам самого наилучшего вот такой вот нам дают обед в общежитии такой вот супчик похож на гороховый в прошлый раз гороховый давали но в этот раз рыбный, рыбный такой супчик запах прям прекрасный такой наваристый очень пахнет приятно давайте на вкус его попробуем солнышко горячий но очень вкусный прям как дома даже вкуснее, наверное, дома так я не готовил супчик что-то сегодня на удивление вкусно покормили вот такой вот хлебушек это я его здесь взял и чай чай это мой я чай принес со своей комнаты потому что здесь чай фиговый слабый и невкусный почти как моча а у меня вкусный липтон чай такой вот липтон еще тут есть телевизор можно посмотреть расслабиться покушать прям как в ресторане но это с того как для тех кто живет в общежитии вот ребята кушают тоже такой хлебушек ой, спасибо не мы хороший дали тарелку с мясом кстати обзор еды говорят не всем так дают очень вкусный супчик обалденный всем советую такой же супчик но дома навряд ли такой супчик поедите у меня аж руки дрожат аж камеру чувствуете да наверное аж вибрирует камера я обязательно черным именно черным хлебушком надо закусывать рыбный супчик очень вкусный суп всем советую вот такую у меня ложечку макарончиков положили по-подски с мясом смотрите какая столько здесь мяса сегодня какой-то прям праздник сегодня у меня выходной и видимо судьба мне улыбнулась вкусно поесть и сытно что самое главное сытно такой супчик и такие макарошки с мясом наваристый ну что народ мы добрались до макарошек будем кушать макарошки вкусные с мясом там знакомые увиделся наваристый всем приятного аппетита вот я сходил вот я сходил в магазин сегодня у меня денег немного появилось вернее вчера и купил продукты продукты для того чтобы разнообразить как-то свое меню свой рацион потому что в столовке кормят крайне скучно макароны немножко печенки это у нас в обед на завтрак каша всегда стабильно рисовая каша больше никакой не бывает также в обед еще и гречу дают тоже с печенкой макароны греча печенка вечером супчика немного поэтому как бы довольно таки скудный рацион все это изо дня в день повторяется и уже меня тошнит от таких пайков пайков извиняюсь пайки правильно вот поэтому я решил как-то разнообразить свой рацион вот свое меню в столовое скажем так и купил вот такие вот прянички вот они такие вот вкусные называются чудесный край прянички чудесный край советую всем я их уже кушал отдают сливками немного сложно так описать вкус но как згучонка вот топленое молоко немного топленым молоком отдают купил салфеточки поскольку у меня насморк флотков носовых я не нашел нормальных везде по 20 по 10 штук комплекта мне нужна пара всего поэтому я взял такие вот салфетки плюс они пригодятся там руки вытереть что-то еще протереть потом взял вот такой вот хлеб бородинский называется поближе поснимай хлеб чтобы видно было что-то видно вообще не очень близко породинский вот такой вот хлеб вот такой вот бородинский хлеб видите да дорогой сволочь но я думаю он довольно-таки вкусный мягкий очень красивый такой шоколадный кто не увидел у меня сейчас мой сосед снимает он не профессиональный видеооператор поэтому еще раз покажу я вот дергаю поближе подальше камеру чтобы он держал вот такие вот прянички черный чудесный край называется извиняюсь черным хлебом с пудом потом вот такая вот колбаска типа краковской крайнская называется кстати очень вкусно для своих 100 рублей 106 рублей если быть точнее она стоит очень вкусная но правда у нее сливерной колбасой ничего общего нету но она вареную похожа с жирком очень вкусная мне очень понравилось копченые взял майонезик слобода провансаль потом вот хайнс нашел для меня это новинка кстати я раньше не видел такого кетчупа с горчицей видимо он недавно появился на прилапках я решил попробовать даже давайте откроем посмотрим какой он на цвет вот такой вот он да балдерная штука вообще я поклонник и фанат хайнса очень люблю эту марку кетчупов соусов всяких сливочных вот такой батон нарезной видите да вот такой вот коломенская мой любимый кстати 28 хлебокобинат тоже не очень делает поэтому извиняюсь что я засрал потом скумбрия по акции взял 60 рублей баночка скумбрия атлантическая натуральная кстати я уже покупал очень вкусная действительно она прям маслица такая как натуральная так что еще ну в принципе все этого мне должно хватить на неделю приблизительно моего пребывания в этом номере не знаю как гостиница наверное это все-таки общежитие задрипанное вот и неделю я думаю как-то протяну на всем этом народ все это я запихну холодильник надеюсь никто не стырит у меня ничего обычно это все кладется в большой пакет такой вот берется бумажка пишется номер комнаты ну я фамилию тоже пишу чтобы знали что это владелец а не владелец и что он может дать в глаз если что ну вот хотя там и не найдешь я думаю кто что взял вот в принципе думаю на сегодня больше покупок у меня не будет незапланированных это кстати я с работы с ночной смены шел и это было я в ночь работал это была моя незапланированная покупка но довольно-таки приятная и думаю очень вкусная всем приятного аппетита спасибо что вы смотрите меня и в том числе этот канал он называется Жека не забываем ставить лайки комментарии подписываться именно на YouTube подписывайтесь на YouTube или в YouTube я не знаю как будет правильнее вот потому что у меня и в Одноклассниках и ВКонтакте видосы мои лежат но почему-то в YouTube никто не подписывается в последнее время и мне очень хотелось бы в первую очередь чтобы подписывались именно туда а потом уже Одноклассники и ВКонтакте и так далее всем привет подписывайтесь на канал Жека ставьте лайки комментарии шутки от лайков на вы нам вам делюшки смотрите зарабатывайте кто может делитесь и так далее что-нибудь расскажи о себе что-то за персонаж и как тебя зовут было это давно нос окно кино говно плавало но эту историю многие знают многие все охраняются от смертей кто понимает не надеется чувства защищает тот все лучше живет смотрит на других братьев сестров раз уж так пришлось кто-то стиратели есть кто-то где-то живет про роботов каких-то рассказывают говори подробнее тебя не очень слышат а теперь дорогие мои подписчики зрители моего канала поправляют youtube канала сейчас вам человек расскажет что такое роботы я не понял до конца сейчас это пояснит чтобы вы понимали немного о чем будет речь поехали ну что сказать роботы это роботы контроль нужен над роботами многие фильмы даже говорят есть разные хорошие плохие но в основном нужно контролировать без этого как я знаю сколько я роботов не держу они прикалываться любят руку допустим приделаешь к себе они начинают баловаться бесконтрольные когда вообще так как сумасшедшие кошки могут перегрызть там соберни закрыть когда не смотреть не слышно будет ну я так просто еще говорю что дальше что дальше будем что тебе роботы дел что тебе роботы делали такого что ты там что-то себя ушибал в общем когда я курил я конечно спасибо говорю когда я путешествовал а что ты курил и где путешествовал ну это секрет не будем опускать их предупредили слава богу я не поверил домой не уехал подрались с тем с кем никогда не дрались дружили хоть как хоть бери хоть не бери хоть пей хоть не пей все равно на каждую если уже они уж говорят уж точно как так кто фильтрует тоже молодец они иногда у них не получается так серёва как тебе как тебе сейчас ты как пришёл да а я только недавно предупреждать меня Тёма ё-моё тут Жека да Жека привет передай привет подписчикам и зрителям дорогие друзья вот снова увиделись всё хорошо если у вас тоже всё хорошо я Элвэспресс я Элвэспресс Амиэкспресс отдыхает полна этого персонажа кстати Серёга зовут Сергей как вас ещё можно называть Микки Маус или как Марио там есть такой в игре Дэнди когда-то была в Диджи играли там 8-битная игровая приставка кстати не на Микки Маус пишите народ пишите в комментариях на кого-то тип похож ооо наскорчен ещё прикольно асоэ анекдот могу рассказать я тоже есть youtube-канал у меня есть youtube-канал говори по громче руку с микрофона убери пожалуйста вы можете найти по фамилии имя отчество если вам разрешат но некоторые находят а кто разрешит ну кто контроль роботы контролирует вместе с людьми тогда получается Андреев Сергей зашифровано там по шифру вообще кому-то легко догадаться hprb как Сергей Виктор можно погромче вас плохо слышно погромче конечно могу могу песни спеть ну вот давайте какую песню ну как у меня только у тебя бодель не айфа Здрасте. Да, я поделюсь. Ну вот. Ну вот. Здравствуйте. Ну вот. скоро надо отдыхать после работы желаете всем спокойной ночи всего доброго до нам успеть мы ночью не греем не спим с кемали и живем что для нас показывает сегодня потом маска для здоровья маска для здоровья да видно что не ну как тем более мы что еще не делать товарищ гуманой говорите погром в золото времени артём и так это чтобы мы не жрали никакой гадости народ просто мы сегодня снимаем прикольного человека это не психушка это общага хотя может быть мы психушки поэтому нам довольно весело и хорошо и прикольно да народ надеюсь вам также и после этого просмотра вернее после просмотра просмотра этого ролика видеоролика андрюха подожди вот вас тоже поднимется настроение вы опять же лайкните это видео нажмете лайк вот подпишитесь на мой канал он называется жека также добавите меня в контакте в одноклассниках короче и везде народ не только можно вот ну что продолжим снимать этого персонажа что вам сказать 7 миллионов подписчиков я больше лайков клопов снимать клопов снимают как они живут полный и рассказывать вот туда-сюда а где их найти этих клопов везде лазит на нашей комнате везде по всей давайте 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 мистер как вас это робот да мистер бин Grand Thekat tree давайте продолжим маяо, чайо чёанчьи, жанчьи chi и саах рангын и сахаран дин ххкххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх тамum Телефон не рекламируем Здесь рекламы нету Что можно еще сказать Реклама может быть Кстати Дорогие рекламодатели Ваша реклама может быть в моем видеоролике Это уже пишите мне на почту Или на моих страничках Личные сообщения Мы с вами это обсудим, договоримся Сколько это будет стоить И на каких условиях Лайки, подписчики Дерешки И конечно же матрешки Картошки А погромче можно? Маска не дает нам говорить А с чем эта маска сделана? Такой вопрос Это пластилин, да? Или что это такое? Это для кого пластилин Для кого Мозгомарин А наушник у вас, ухе У тебя, вернее, затем Ну, это тоже как мозгомарин Чтобы фильтровать Это как противогаза на вас А что фильтровать? Фильтровать легкие звуковые Жабры у меня еще, мои родные Жабры? Да, катушки на них На солнце Солнечный рассвет Будет, будет А зачем вообще Наушники нужны? Ну, зачем, зачем Чтобы жить Чтобы жить И говорить Ну-ка, покажи наушники Серега, покажи Вот они, да Обычные наушники Ну, да Называют Кто наушники называет Кто как Когда мысли дают Про наушники Так вот А другое, другое Короче, народ Это прикольный тип Подписывайтесь на его канал Сейчас я себе каперу Подписывайтесь на его канал Вот Очень такой Неординарный Скажем так Мне кажется Даже и горем Все знаете горем Да Вот Он не такой Прикольный Не такой Он не то, что няшный Наверное Не такой Ебанутый Ебанутый Как вот этот вот наш Сережа С нашей 413 комнаты Вот Поэтому Подписывайтесь Мы продолжаем Наш батл Репортаж Программу Улучшения Роботы, конечно Разводят Как обычно Балуются И поэтому Другой монтаж Выкладывается По интернету Поэтому Кто умеет Монтажом Заниматься Тот для себя Делает Под себя ПО-ПО Программы Вот У ПО-Программы Есть инструкции Есть договора И у нас Договорами Еще Все хорошо Все лучше И лучше ПО-ПО-ПО 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 И снимаем Йоу-йоу. Всем респект. Пока. Коп. Четыре буквы. В принципе. Святой планеты. Мира. Совершенство. Будет-будет. Фил. Блаженство. Ну что, еще что-нибудь заснимем? Да, конечно же, еще. Улыбку натянем. Споем. Затянем. Отвенталируем. Отрегулируем. Музыку. Музыку добавим. И будет у людей музыка еще. Кто еще включит от этих записей. Вот так и будет. Жить. Будут навы с деньгами. Защитами плодить. Ну и, конечно же, музыкальная охрана от этого получит. У вас лучше. У нас лучше. У нас лучше. У вас лучше. Йоу-йоу. 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 Вы найдете в описании. Вот. Тут народ уже смеется. Уже спать хотят. Но, наверное, спать не буду. Буду монтировать очередной ролик именно для вас. Чтобы его выложить и вас порадовать. Вот. Пока, я думаю, на этом будем прощаться. На сегодня. Вот. Еще будет завтра день. Новый день. Вот. И мы обязательно что-то... Я, вернее, что-то поснимаю. Для вас это выложу. В Ютуб, в Одноклассники, ВКонтакте. Но, где только можно. Давайте сделаем точную прогулку про общежитие. Такие вот длинные, длинные коридоры. Длинные вообще. Длинные, предлинные коридоры. Такие. Как фильма ужасов. Отгребучие полы. Отгребучие плачки. Два часа утра. Отгребучие полсретьего утра. Длинные коридоры. Вот это вот тачки. Сушится и стирается. Вот такие вот вещи висят. Сушатся чьи-то вещи. Вот вид из окна вот такой. А улица ночи. Столько много вещей. Такая вот комната отдыха. Сейчас я вам ее покажу. Тут шахматы. Играют люди. Смотрят телевизор. Читают книги. Вот такие вот книги. Конфей выжигает. Диванчики. Как бы так я думаю вы видите все. В принципе довольно таки прилично. Цивильно скажем так. Можно посмотреть книгу. Например какую. Например вот эту. Такая вот книга. Тема. Дом страха. Как здесь. Видите. Мы тоже в доме. Ночью. Все спят. Можно сказать пусто. В коридорах. Везде. В комнатах. Отдыха. Как эта. И здесь две. Столовая здесь. Столовая закрыта. Туда сейчас не пойти. Ее на ночь скрывают. Еще раз покажу. Такая вот. Такая вот. Такая вот. ступеньки. Надеюсь вам понравится. Мой вид. Я назвал это видео. А не просто ролик. Такие вот крутые ступеньки. В замке. Давайте спустимся вниз. Здесь. Пока никого нет. Такие вот ступеньки. Все это. Администрация. Здесь сидит. Начальник. Общежитие. Общежитие. Крыватная комната. Туалет. Дилет. Туалет. Общежитие. Понимаете нормальная. А а ваши узнали. Нельзя заходить в шортах, халатах и т.д. Начнешь травм, приличный, и дом большой. И крутые ступеньки. О чём здесь смотрим вниз? Посмотрим, что там дальше есть. Вот это столовая. Такая вот большая. Такая вот столовая. Средняя, или большая, или маленькая. Пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok